Мы свое выступление сегодня начнем с маленькой миниатюры, которую написала Елизавета Суркис и называется она Отелла и Десдемона. Мореза Стенанович, Десдемона. Ты что, башкой унесу балкона, или ты его перебил, или обкурился. А я на твоем месте помолился. Нам предстоит серьезный разговор. Твое правило терпел я до сих пор, но больше продолжаться так не могу. Ты снова изменяешь меня. О боже, испорчен вечер. Что тебе не немется? Сударня, поговорить придется. Ах, сударыня, скажите, отчего же этот вечер отвратительный такой? И я скажу вам, сударь мой, мой рогатенький родной, это просто потому, что вы со мной. Ах, сударыня, когда мы с вами вместе, все цветочки губят дают на луку. И я сказала, сударь мой, мой рогатенький родной, но цветочки я победить не могу. Как прекрасно и забавно я уже не знаю, но вы мне и подавно. Вот и славно, да-па-па. А еще когда мы месяца бежим, соседи кое-что мне говорили. Уже когда мне стоило уйти или другую бабу завести, любовников своих переларить и с ними по-мужски поговорить. Но все попрятались, как жабы под коляги. Ой, мисс, ну сколько там той миссисаки? Теперь я знаю все. Ну что ты знаешь? Что ты опять мне с кем-то изменяешь? По всей округе сплетники твердят. Отцело, мол, давным-давно рога ему любого лося заводает. Но кажется, это или не хватает? Да-ка, знаете, про отель и про пляж. То, в чем была ты, не купальник даже. Тебя на Кубе полдят и поныне, краснеет пальма твоих пикини. Ну хватит, разошелся. Будем спать. Тебе, конечно, на меня плевать. Пригрел за июля на своей груди. Что? Ну я тебе устрою, погоди. Новый год не едем мы на Кулу. Не покупаем, но ты вышел. Что? Устал уже с душей снимать лапшу. Да я тебя скорее загружу. Все.